здравия всем русский вид новой зеландии сегодняшнее мое обращение относится к моему блогу бога политика и оно относится также к российской теме и обращение мое направлено к президенту россии и гражданам россии которые сейчас находятся под давлением пенсионной реформы который приняло компрадорское правительство россии и проводится пытается провести сейчас через государственную думу значит я поддерживаю обращение николая старикова продерживаю обращение дмитрия тарана гражданам активно противодействовать этой этой антинародной реформе через давление на депутатов государственной думы через давление на правительство на правительственных чиновников и на самого президента которого мы выбирали и который должен отстаивать наши завоевания социальные и я живя в новой зеландии я не буду получать российскую пенсию я уже здесь живу 27 лет я русский русский новозеландец который участвует в новозеландской выработки новозеландской политики а чтобы вам понять было но и новая зеландия является страной полигоном глобального управления вот и мы здесь уже давно существует пенсии 65 лет но пенсии здесь выплачивается уже после 10 лет пребывания в новой зеландии 10 лет можно прожить новой зеландии и ты уже являешься правом в 65 лет получать пенсии мужчины и женщины кроме того достаточно одному супругу достигнуть пенсионного возраста как другой супруг имеет право тоже идти на пенсию это тоже важное завоевание ну и третье я хочу сказать что наше правительство которое такое же компрадурская было как и российское правительство проамериканское значит хотел увеличить пенсионный возраст до 67 лет наша партия партия new zealand first была в жесткой оппозиции к этому решению в результате мы выбросили выбросили правительство от власти отбросили его так сказать сами стали правительством и в коалиции коалиции мы входим в коалицию лейбористов значит наша партия new zealand first это народные консерваторы вот и партия зеленых вот мы сейчас состоим в коалиции я недавно встречался с министром внутренних дел которая есть член нашей партии и хорошо знакомый меня человек она министр внутренних дел контракт вопросы пенсионеров здесь тоже решает вот и конечно у нас никакого увеличения пенсионного возраста не не планируется более того у нас существует система выплат по безработице что безработица здесь тоже очень высокая но также как в россии то есть после 50 лет человеку устроиться на работу достаточно трудно получить приличную работу вот существует система выплат по безработице и эти выплаты будут увеличиваться то есть они будут приближаться пенсиям то есть в результате мы приближаемся новозеландскую систему социального обеспечения и социального страхования к универсальному базисному доходу когда каждый каждый член общества просто родившись будет получать определенную сумму для выживания а с возрастом эта сумма будет увеличиваться и на пенсии человек будет получать примерно в два раза больше чем по пособию по безработице это это социальная пенсия а накопительная пенсия пожалуйста идет от трудового стажа от заработка человека и так далее то есть социальном отношении наиболее такие развитые страны идут уже по этому пути поэтому россия не должна ни в коем случае отказываться своих социальных завоеваний которые были сделаны советское время более того оно должно их сохранить но при этом так сказать еще больше так сказать развить дать страху страховать подстраховку молодого поколению дать им возможность осваивать новые технологии дать пожилым людям пенсионерам работать и получать пенсию в полном объеме и таким образом развивать институт наставничество вот это путь это социальный путь которые мы глобальные социалисты предлагаем всему миру спасибо за внимание